Салам алейкум, уважаемые телезрители! Онлайн-диалог на канале Наше Национальное Телевидение. В рамках онлайн-диалога передача «Открытый разговор». И в очередной раз сюда, к нам в студию, в прямой эфир мы пригласили представителей «Марва Тура», в частности, генерального директора, туроператора «Марва Тур» Хабибова Ахмад Хаджи Асадулаевича. Салам алейкум, уважаемый. И человек, который непосредственно занят так или иначе организацией старшего среди руководителей в компании «Марва Тур». Это Тимир Булатов Казим Хаджи. Я рад вас приветствовать у нас здесь в студии. И предлагаю нашим телезрителям присоединиться к разговору. А тема будет у нас сегодня. Все то, что касается «Малого Хаджа», друзья мои. «Омра» — это тот вид поклонения, который так или иначе почему-то остается у нас много-много-много лет в тени. И в докризисные времена, и в послекризисные времена. Ну, надеюсь, так или иначе он потихоньку приобретает популярность. Я так, по крайней мере, очень надеюсь на это. Ахмад Асадулаевич, как прокомментируете данную ситуацию? Я бы сказал так, что действительно то, что мы оставляли так в забвении, то, что мы сейчас говорили, сейчас намечается такой момент, что уже люди все больше и больше уделяют этому именно «Мара» больше внимания. И мы, в свою очередь, очень рады тому, чтобы сообщить нашим будущим паломникам, что именно наша компания осуществляет прямой рейс именно из Махачкалы в Саудовскую Аравию, прямой рейс для совершения «Умра». И хотелось бы отметить, что это действительно большой шаг, и это говорит о том, что уже большое количество паломников намечается, и что наша компания тоже берет эту высокую планку, и мы намереваемся ее воплотить в жизнь. Ну, дай-то Бог. Вообще интерес какой-нибудь, на данном этапе какой интерес присутствует? Вообще звонят, спрашивают, как они? Да, идет активная работа. Что предполагается и в какое время? Да-да, именно сейчас идет активная такая работа, очень много звонков, идет работа с будущими паломниками, поэтому мы смело можем об этом вот так сегодня заявить. Скажите, пожалуйста, вот подготовка к хаджу, к большому хаджу, обычно начинается задолго, и это требует определенного времени, сил, средств и так далее. Вот все, что связано с малым хаджем, эта процедура несколько проще, или она тоже на самом деле такая же сложная? Ну, скажем так, сложно. Для паломника. Для вас понятно, что так или иначе, это, наверное, определенная ситуация. Я бы так сказал, особо сложного ничего нет, особенно так, как именно умра, это тот вид поклонения, который в основном совершают те люди, которые уже были в хадж. Поэтому они уже знают, как себя вести и какие документы сдавать. Поэтому, в принципе, с их стороны нужно подать документы и вовремя. То есть нет такого, что надо там заранее. То есть за определенное время. Вот, к примеру, сейчас первый вылет – это 30 мая. 30 мая, то есть это период, когда рамазан месяц уже наступит. Да, уже начало рамазана месяца. И вот, во-первых, тур идет на весь месяц до конца. И там есть несколько туров, я о них скажу чуть позже. И человек должен сдать документы, скажем так, за две недели, хотя бы до этого срока. И вот, начиная с сегодняшнего дня, он может эти документы сдавать. Вот надо сдать за грамм паспорта, который соответствует по времени. Есть срок с запасом. И человек может спокойно сдать документы и готовиться. Хорошо. Мы продолжим с вами через несколько минут, я так думаю. А Казим Хажик вам адресует следующий вопрос. Вы, как человек, который так или иначе, как имам, работаете, и с точки зрения канонической, наверное, какие-то моменты можете осветить. В связи с этим, насколько важно человеку и необходимо, если у него есть эти возможности, совершить вот этот вид поклонения. Да, именно Малый Хадж. Касаемо Малого Хаджа, конечно, это, скажем, немаловажный обряд в исламе. По нашему мазхабу, Мухаммад Расул, в нашей мазхабе умра, как и хадж, является обязательным. Потому что Всевышний Аллах в Коране говорит, «Висамя рахмана рахмана рахмана, вы совершаете хадж и умра ради Аллаха». И есть еще сунна пророка, которая нам повествует о обязанности умра, когда к посланнику Аллаха, пришел человек по имени Абу Рузайна. И он сказал пророку, что его отец слаб, у него со здоровьем проблемы, что он не может совершить хадж, не может выйти там путешествовать. И тогда пророк, салли Аллаху, ему повелел, чтобы он за отца сделал хадж, и пророк сказал и умра. Из этого имам Шафии, рахиму Аллаху, и другие имамы, ученые нашего мазхаба взяли, что умра является обязанностью. Это в нашем мазхабе, это и в другом хамбалитском мазхабе, но в ханафитском, малекитском мазхабе у них умра, это как суннаму Аккада. Что это значит? Ну, суннам не са, очень важная суннам. Да, суннам является. Хорошо, вот скажите мне, пожалуйста, когда мы говорим о том, что хадж это обязательно, естественно, это принимаемо. Но вот этот малый хадж, да, это умра, оно совершается как бы вместе с обрядами большого хаджа. Сейчас мне хочется все-таки акцентировать внимание на том периоде, когда человек может, в принципе, выехать в любое другое время, и я знаю вот в данный момент, в данную секунду и минуту тех людей, которые находятся на малом хадже. Вот насколько важно и нужно совершать малый хадж, да, в любое другое время? Не именно вот в период хаджа, когда на самом деле там и людей много, но те люди, которых я знаю, вот они сейчас находятся там, и там относительно свободно. То есть там спокойно человек может пойти в мечеть там и так далее, и так далее. Насколько важно вот в другое время совершать эти обряды? Ну, для малого хаджа времени нет. В любое время человек может выехать, вылететь и совершить малый хадж. Во время хаджа, ну, имеется в виду там после хаджа сразу. Или же в любое другое время. Но здесь есть один плюс. Мухаммад Расул такой, скажем, немаловажный. Во время умра, если человек, я имею в виду не время хаджа. Сейчас, например, кто совершает, например, умра, у них много времени свободного и много возможностей совершить умра, потом посетить Медину, город пророка Салалайсан, и совершить там многочисленные зиараты. Почему? Потому что во время хаджа программа бывает как бы ограниченная такая программа, и время ограниченное. И наши паломники, как все знают, кто были в хаджи, мы посещаем несколько только зиаратов. Это Ухуд, это Хандах, это Масчет Креблятайни, Масчет Куба, и все. Ну да, вот это же программа входит, четыре зиарата, как правило. Само собой, Ба'ки и пророка Салалайсан это само собой, потому что это уже непосредственно в самом мечети находится. Но мы знаем, что вообще весь город Медина, если взять, там, можно сказать, нет ни одного участка, где не было, где не ходил пророк Салалайсан. Салалайсан, либо с подвижниками, да. Либо с подвижниками. Поэтому во время умра, вот время позволяет, свободного времени много, и возможностей много. Вы знаете, я в этой связи вспоминаю такой фрагмент, настолько это вот город Медина, он вот таких мест много, что порой просто не знаешь, что ты находишься рядом с такими драгоценными местами. Мне посчастливилось общаться там с одним историком, ученым-богословом, который обозначил место, находящееся прямо перед нашими гостиницами. Это было место, когда пророк Алейсан, вместе со сподвижниками, выдвинулся на уход. И вы знаете, сколько раз мы мимо него проходили, абсолютно не зная, в каком месте мы находимся. Конечно, в этой связи было бы, наверное, нам неплохо, какой-то, наверное, исторический цикл с этим связанным либо сделать, либо как-то обозначить. Вот в этой связи что-то предполагается делать? Или вот у тех групп, которые отправляются туда, кто с ними отправляется, Ахмед Асалавович? Вот как там, может быть, разъяснить или обозначить какие-то моменты? Конечно, обязательно с ними отправляется руководитель группы, который как раз-таки именно обращает внимание на все вот эти зиараты, которые не входят в программу, когда люди бывают в хаджи. Поэтому именно вот это то время, когда можно вот свое поклонение именно расширить и получить барракад всех этих зиаратов. И еще, что бы я хотел добавить, вот именно в этом году, то есть Саудовская Аравия увеличила квоты для всех стран во всем мире. Квоты для хаджа. Я сейчас повторю и объясню. И для чего я это говорю? Что именно в этом году очень много будет паломников со всего мира. И если в прошлом году эта цифра была 1 миллион 600 человек, то в этом году намечается 3 миллиона. Представляете, насколько много будет людей? В 2 раза больше людей. Да, вот настолько. Это связано с тем, что ту реконструкцию, которую делали власти, они закончили. И поэтому сейчас увеличили квоты для всех стран. В том числе и для России, но и, естественно, для Дагестана. К примеру, отмечу, что официальная квота, которая есть сегодня в Дагестане, это 6 тысяч. Это уровень прошлого года. Но есть резервная 4 500, которая будет распределена. Именно нет. Именно 4 500 плюс к 6 тысячам. Поэтому мы однозначно можем сказать, конечно же, в хадже будет очень много людей. И это то время, когда людям рекомендуется ехать на Умра, так как в это время чуть меньше людей и больше возможностей для Айбада. Ахмад Асадулович, скажите, пожалуйста, вот прежде чем задам вопрос, я хочу обратить внимание наших телезрителей на то, что мы вещаем в прямом эфире и особенно на номер телефона прямого эфира, потому что он изменился, нежели был раньше. Поэтому для всех тех, кто хочет присоединиться к нашему разговору, 8 989-892-4040, номер телефона прямого эфира, вы можете отправлять свои смс-послания в программе мгновенных смс-сообщений в WhatsApp, мы постараемся на них ответить. Звоночки мы не принимаем, сразу говорю, поэтому только смс-послания. В этом году вы отправляете в месяце Рамазан. Понятно, что это делается, чтобы люди могли в самое ценное время находиться в самом ценном месте. Но это опять-таки, насколько я понимаю, это опять-таки огромное количество людей. Успеют люди сделать все то, что хотят. Но у них же будет время целый месяц. и я думаю, что, конечно же, успеют. Мне вот только что сказали, что у нас подошло незаметное время рекламы. О том, как они это успеют, я думаю, мы сможем поговорить именно после нее. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Мы вернемся скоро. «Онлайн-диалог», «Открытый разговор». Друзья мои, мы сегодня очередной раз говорим о хаджи, о малом хаджи, будет правильнее сказать. И делаем это мы с генеральным директором компании «Марватур» Хабибовым Ахмад Хаджи Асадулаевичем и тем, кто занят непосредственно руководителями, которые организуют наших паломников, направляют, помогают и так далее, и так далее, тем, Мирбулатовым, Казим Хаджи, старшим по руководителям. Итак, мы вот начали говорить о том, что в Рамазан месяц они... Почему там времени больше будет? Ну, времени... То есть у нас программа именно на Рамазан месяц идет в основном на один месяц, целиком весь месяц. И есть еще одна программа, которая последние 12 дней... Такая программа тоже есть. То есть в самое дорогое время в месяц Рамазан. Да. То есть у нас две программы. Но в основном оно идет, которое на месяц. Ну, месяц такое время достаточное, которое человек может все свои виды поклонений исполнить на этой святой земле. Ну, дай-то Бог. Вот умра что такое? Чтобы люди понимали, потому что, может быть, опять-таки, это связывает с какими-то тяжелыми обрядами. Как это выглядит, чтобы люди понимали, что, ну, может быть, это не так сложно. Малый хадж умра это означает, это означает, это намного проще, чем вообще сам большой хадж. Ну, вот именно на это я хочу обратить внимание. в течение двух часов можно совершить малый хадж, будучи в Микке. Друзья мои, вы не ослышались, вы не ослышались только что. Как это выглядит? Да, хаджа, после хаджа человек идет на микат. Микат тех людей, жителей и тех людей, кто непосредственно находится в Микке, для них микат, то есть граница, где они должны сделать намерение вступить в умра, для них этим микатом является мечеть мать правоверных Аиши, рови Аллаху, да, Таним называется еще. Туда идут, там делают намерение, два рака от намаза делают, они оттуда выезжают прямо в мечеть Харам. Там они что делают? То есть это как-то организовывается, или люди сами делают? Я-то знаю эту всю процедуру. Это руководители организовывают первый раз, но второй, третий раз, это уже сами паломники сколько хотят, они уже дорогу знают, что, как делать. То есть это несложно? Это вообще несложно. Они уже в Хараме, в самом Хараме, они вокруг Кааби делают Абав, Фарз Абав, это семь обходов вокруг Кааби, они делают Сааю, тоже семь раз между холмами Сафа и Марва, все, и удаляют волосы. Все, здесь умра заканчиваются. То есть люди из гостиницы выехали на Микад, то есть место, где они вступают в Адив и Храм, они вступают, делают намерение. Я намереваюсь совершить там предположим умра за того-то или за того-то или за себя. Имеется в виду после полного искупания. Ну да, естественно. После этого едут в Масчет-Уль-Харам, то есть Кааби, там делают семикратный обход вокруг Кааби и делаются... Сааю, удаляют волосы, все. Сколько таких умра можно совершить одному человеку? Есть какие-нибудь ограничения? Нет, ограничений никаких нет. Я знаю братьев, которые в день 3-4 раза даже которые умра делают. я знал человека, который делал за достаточно короткий промежуток почти 50 раз делал. Он за всех своих родственников, ну ныне покойный человек, по-моему, уже 50 раз делал этот человек. Благо у него было телосложение такое достаточно крупное было, у него здоровье тоже позволял, хотя это был человек в возрасте. Ахмед Иисович, Асадулаевич, я прошу прощения, скажите, пожалуйста, как выглядит день паломника, который отправляется на Малый Хадж, на Умра в месяце Рамазан. Что это? Какая программа? Ну программа, в первую очередь, когда он приезжает, он заезжает в гостиницу, дается время для того, чтобы он отдохнул, принял душ. После этого сразу же организованно мы идем к этому месту, о котором Казим Хаджик говорил, это мечеть Айши, Радиан Ангу, и оттуда, совершив намерение, они уже направляются в мечеть Харам, совершают эти процедуры Умра, и после того, как они уже свободны, они могут еще остаться в мечети, просить, делать дуа, другим аббадатам заниматься, потом собираются вечером в гостинице. А те мероприятия, которые мы говорим, они большей частью проходят в Медине, это уже и спокойнее, и они могут совершать вот эти все зиараты именно благословенно в Медине, быть чаще в мечети пророка, салям, в общем, вот такая программа, то есть увидеть все зиараты, быть рядом со всеми святыми местами, помнить о святых людях, о сподвижниках, и быть в мечети рядом с пророком, салям, скажите, пожалуйста, куда прилетает самолет? Медину. Он в Медину прилетает? Поход откуда? Из Медины они отправляются в Мекку? Да. Или с Мекки обратно? Вот какая последовательность? Сначала они проводят время в Медине. Так. То есть я еще раз напоминаю, что это очень важный момент, что у нас именно прямой рейс из Махачкалы в Медину это очень большой немат, мы должны его оценить и после того, как они прилетают, они проводят сначала время в Медине, после этого едут совершить непосредственно умра и провести Ибадат в Мекке, потом они могут уже заново же именно в город Медину. То есть потом возвращаются опять в Медину? Давайте по гостиницам, опять-таки это вопрос, который так или иначе в любом случае, вот быт, как вы организовываете, что ждет человека, который отправляется туда? Вот именно в городе Медина Медина, Мекка, это вот нахождение вот в течение этого месяца. Именно в Медине будет гостиница, которая находится в 300 метрах, это гостиница очень хорошего уровня, за 5 минут можно дойти до мечети пророка, саллилалу, это высокого уровня гостиница, и в городе Мекка гостиница находится в 2 километрах, это находится в известном месте Кудай, где вот именно вода Замзам там недалеко рядом, так называемый гараж. Там как-то организовывается процесс доставки паломников именно в маршрут рядом с этой гостиницей недалеко находится автобусная остановка, от которой автобусы постоянно ездят к мечети Храма. То есть это уже в принципе место обжитое, которое так или иначе раньше использовалось нами, да, как и марватурам. Да, да. То есть именно с этой целью? Да, были сняты эти гостиницы, Хорошо. Сами гостиницы, как они выглядят? Что это? Ну, в Медине, как я и сказал, это гостиница достаточно высокая. То есть это 4-местные, 2-местные, потому что... Они 4-местные. 4-местные гостиницы. Процесс вот еда. Нет, еда, вот именно в месяц умра еда остается за паломниками. То есть мы даем достаточно хорошую цену. Как раз я хотел бы сказать о цене. Ну, вот, да. О цене как раз и вопрос о цене поступил. С учетом этих гостиниц и проживанием один месяц цена 1650 долларов. Сколько это в рублях, Валентий? Оплата по курсу в рублях это где-то в районе сейчас скажу, где-то в районе 100-105 тысяч на данный момент. Ну, 100 тысяч, грубо говоря. Где-то так, на сегодняшний курс выходит. Ну, в принципе, неплохо. Но человек сам думает о том, как уразу держать или отпустить там и так далее. Опять-таки, я думаю, в месяце Рамазана они в любом случае там голодами не остаются. Ну, мы же знаем, что непосредственно идет то, что необходимо для того, чтобы отпустить пост. Это бывает непосредственно в мечети. То есть, скажем так, что он именно на питание, много денег у него не уйдет в этот месяц. Если он не захочет, какие-то излишества. Хорошо. Скажите, пожалуйста, Казим Хаджи, вот человеку, который на умра отправляется, что ему желательно сделать и как ему подготовиться к этому процессу? Ну, в первую очередь, ему нужно тщательно изучить вопрос, связанный с умрой. В первую очередь, это арканы. То есть, обязательные действия он должен знать. Потому что человек, если он вылетает в хадж или в умра, не зная обязательные действия, не зная столпы, потому что здесь арканы столпы относительно от хаджа, умры, столпы и обязательные действия, это совсем разные. Совсем разные. Например, в других поклонениях, в намазе, в посте, когда мы говорим столб или же обязательные действия, это одно и то же. Но в разделе хаджа, умры это совсем другое. В чем разница? Разница в том, что если человек пропускает столб, столб, все, ему нужно возместить хадж или умру. То есть, уплата штрафа, ему это не прощается. А обязательные действия, это если мы что-то из обязательных действий упустили, то ее можно возместить штрафом. Вот здесь в чем разница. Поэтому человек обязательно должен, если будучи, не зная разницу между этими столбами, обязательными действиями, то, что нарушает хадж или умра, запретные действия, если не зная, это все человек вылетает и как бы он намерен, он знает, что есть руководитель, что за этим руководителем будет все делать. Есть алими, которые говорят, что у этого человека хадж или умра не считается, потому что он не знает. Даже, знаете, Махам Аграсул, если человек больной, мы знаем, физическое состояние не позволяет выехать, вылететь в хадж, он обязан, если ему средства позволяют, он обязан вакилем делать другого человека, полномочия другого человека, чтобы за него сделать. Вот здесь даже алими говорят, если я больной человек, если я хочу вакилем вас сделать, вот здесь даже говорят алими, я обязан знать как всю процедуру? Всю процедуру. Обязательные действия столпы и вот запретные действия. То есть не оставлять на того человека, которого полномочиваешь? Вот я должен знать. Интересно. насчет, ну, в первую очередь наши люди спрашивают, вот что из одежды, питания, там, деньги, что взять? Это не самое главное. Самое главное, вот нужно изучить этот вопрос. На который очень важно обратить внимание, поэтому подумайте об этом тоже, а у нас подошло время второго блока рекламы, поэтому не прощаемся, оставайтесь с нами, буквально через пару минут вновь встретимся и продолжим разговор. В рамках онлайн-диалога открытый разговор, друзья мои, и мы продолжаем говорить о хадже и о малом хадже. У нас сегодня в гостях в студии Хабибов Ахмад хадже Асадуллаевич, генеральный директор компании Марватур и руководитель, старший над руководителями, теми, кто помогает нашим паломникам ориентироваться, совершать или не обряды в хадже, это Тимир Булатов Казим Хадже. Казим Хадже, мы вот остановились на том, что человеку важно изучить обряды, связанные и с малым хаджем, наверное, и с большим тоже. Но вот то, что касается, например, малого хаджа, это все-таки, это, понимаете, когда мы говорим изучить, а учитывая то, что мы сейчас читать практически не любим, не хотим и так далее, и так далее, это такие, это большие такие талмуды или нет, которые надо изучать? Не, не, вот я могу рекомендовать вот всем, кто собирается и в хадж, и в умра, разницы нет, есть вот брачурка маленькая-маленькая, автор вот там все очень просто, все разъясняется. Вот если взять вот эту брачурку с собой, вот, например, вот сегодня, вот что мы собираемся, вот утром ты встал, вот сегодня, какая у нас программа, подходишь к руководителю, он говорит, вот сегодня мы идем делать АВАФ, например, все, открыл книгу, прочитал, там, например, про АВАФ, там, наверное, две-три страницы только, это маленькая книга, например, непосредственно, когда ты делаешь АВАФ, можно эту книгу иметь при себе, открыть эту книгу, и прямо из этой книги читать эти дуа, аскары, вот что является суммой, не обязательно все наизусть надо. Нахождение на умра в месяце Рамазан, особенности какие-нибудь есть дополнительные, на которые вы хотели бы обратить внимание? Да, очень такая большая особенность есть, совершение умра именно в месяце Рамазан, вот я здесь хочу привести достоверный хадис пророка, салли Аллаху ассаляму, когда пророк, салли Аллаху ассаляму, вернулся из хаджа, и он встретил сподвижницу по имени Уму Синан, р.е. И он встретил, встретил ее и спросил, Уму Синан, что тебе помешало выйти с нами и совершить хадж? Ну, у нее не получилось выйти, она хотела, и она отвечает, о, посланник Аллаха, у моего мужа, говорит, были два верблюда, при помощи которых он орошал пашню, а на одном верблюде, говорит, он сам отправился с вами в хадж, а второй верблюд он оставил для орошения вот этой пашни, ну, короче, для нее не достался верблюд, и за этой причиной она осталась дома, и тогда пророк, салли Аллаху ассаляму, ей сказал, вот это самое главное, совершение гумра во время Рамадана, говорит пророк, приравнивается к совершению хаджа вместе со мной, то есть вместе с пророком, салли Аллаху алейху ассаляму, но здесь мы должны знать Мухаммад Расул, вот здесь мы должны знать, это не означает, если человек совершил гумра в месяц Рамазан, это не означает, что что с него с него снимается обязанность хаджа, нет, просто приравнивается к хаджу вместе с пророком, вознаграждение и достоинство, это относительно награды, относительно вознаграждения только, это знаете, вот хочется такую паузу выдержать и немножечко переварить эту информацию, удивительно, почему не пользоваться этими возможностями, особенно для тех, у кого эти возможности есть, Ахмед Асалович, все-таки давайте еще раз обратим внимание на те туры, которые вы предлагаете в месяце Рамазан, потому что для кого-то возможно месяц нахождения на умра, это может быть достаточно продолжительный, срок, который так или иначе связан, может быть, с той работой, которую здесь оставляешь или может быть другими какими-то вопросами, какие еще туры и сколько вообще рейсов вы предполагаете сделать в случае, вот когда набираете команду, один рейс, два, пять, десять? Мы можем сказать точно, какое количество рейсов, это вот чуть позже, когда по мере сколько будет заявок, мы столько можем и совершить, то есть мы думаем, что может быть и два, и три рейса, но что хотелось бы отметить, вот я напоминаю, что рейс будет выполняться 30 мая именно и на весь месяц. Это для всех тех, кто хочет месяц провести. И цена будет 1650, как мы уже озвучили, на сегодняшний день около 100-105 тысяч. Еще есть такой тур на последние 12 дней 1350 долларов, но надо понимать, что гостиницы в Мекке не будет. И это для тех, есть такие желающие, которые любят проводить время непосредственно в мечети Аль-Харам, то есть Итикав. Поэтому мы такое пожелание тоже откликнулись на него и тоже сделали такую программу. А как это будет выглядеть, если гостиницы в Мекке нету, это значит, что вы туда приезжаете, совершаете малый хадж и обратно возвращаетесь, насколько я понимаю. Он может находиться непосредственно, есть такие люди, я опять-таки повторяюсь, которые хотят проводить поклонение именно в мечети Пророка Сараласа, в мечети Аль-Харам и находиться там. Сколько они могут. А потом они могут по своему желанию и вернуться в Медину. А также у них есть возможность на месте за свои средства снять гостиницу. То есть это на их выбор остается. Понятно. А сколько это будет стоить? То есть что будет стоить? Сам тур? Вот второй тур, да. А, он 1350 долларов. На 300 долларов меньше, чем вот этот весь тур. Понятно. Хорошо. Скажите, ну мы так или иначе достаточно много говорили о малом. Давайте о большом. Какие новости, чего ждать и где черпать информацию? В общем, еще раз обращаю внимание у будущих паломников. Наши телефоны значит 8 800 700 37 36. Также адрес улица Захарочкина, 49, третий этаж. То есть по этим номерам, телефонам, по этому адресу все то, что касается Хаджа. Все вопросы, полностью получат все ответы на то, что касается и Хаджа, и Умра. Сейчас набор документов еще идет? Или вообще... Не то, что еще идет. Очень активно сейчас идет именно прием документов на Хадж. Как думаете, квоту заполним? Мы на сегодняшний можем сказать, по сравнению с прошлым годом, намного больше людей уже сдали документы, поэтому мы думаем, и квоту мы осилим, и ту резервную квоту тоже. Скорее всего, будет так. И не шала. Какие-нибудь сюрпризы ждут? В хорошем смысле этого слова? В хорошем смысле мы будем считать сюрпризом, если то, что мы наметили, и вот это большой поток наших будущих половин, если мы сможем полностью принять и вовремя их отправить и встретить, ахамдуллилля, скажем. Ну, так или иначе, мы будем держать, скажем так, руку на пульсе. Еще раз напомню, номер телефона компании Marvator. Это бесплатный, насколько я понимаю. Да, бесплатный номер. Сайт? Сайт Marva.ru Marva.ru, а номер телефона 8800, это общероссийский номер, 8800, 700 ровно, 3736. Правильно? Совершенно верно. Хорошо. Казим Хаджи, последний вопрос. Насколько я знаю, пророк, один раз совершал хадж и три раза умра. Да. Это к тому, чтобы люди все-таки совершали это умра. Да, да, да. Малый хадж. У кого есть возможности, опять-таки? как вы вначале сказали, у дагестанцев, не знаю почему, может это из-за кризиса, может хотят сразу же поехать в хадж, и там же и умра несколько раз сделают. Ну, чтобы отдельно, другое время поехать в умра, у нас такой, как бы, тенденции, такого обычая нет. Ну, знаете, в арабских странах, даже у европейцев, европейцев, это принято, как у них такой хороший адад, они даже зачастую, вот, ну, один раз хадж делают, и несколько раз, они каждый год даже бывают, которые именно на умра ездят. Ну, если пророк, алейху саляту вассалам, сделал хадж один раз, да, он как бы обозначил уже маркеры, они расставлены, а малый хадж все-таки не один раз, это, наверное, очень важная сунна, пророк, алейху саляту вассалам, на которую можно и должно обратить внимание. Я благодарю вас за то, что вы пришли и за то, что все время откликаетесь на наши просьбы прийти, поговорить об этом, ну, освещать так или иначе все, что связано с хаджем 2017, мы будем, надеюсь, вы, как бы, ответные шаги тоже будете предпринимать, если есть что, на ваш взгляд, важно отметить еще напоследок, пожалуйста, вы можете это сделать, и мы уже будем прощаться. Ну, в принципе, все сказано, приходите, дорогие мои друзья, Захарочкина 49, Захарочкина 49, либо звоните по номеру телефона 8 800 700 ровно 37 36, узнавайте все, что касается хаджа, и дай Лаше, чтобы каждому дагестанцу, по крайней мере, посчастливилось побывать в этих священных местах, сделать дуа, попросить и за Россию, и за Дагестан, вообще за каждого мусульманина, и быть в числе хороших людей, как здесь, так и в тот день, когда для нас это все очень будет важно. Вассаламу алейкум, рахматуллах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok